Всем привет! Это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я уже гид по Анталии. Сзади нас находится государственная Анаокулу, это наш детский садик и государственная школа. Сегодня мы провожаем Аню в первый класс, а Владимирчика в детский садик. Ну что, давайте посмотрим, как же тут проводят линейки. Сейчас у нас на часах 9 утра, и мы будем начинать, как говорится, эту церемонию. Есть ли она в Турции вообще или нет? Давайте посмотрим. Я сегодня не иду в школу, она не у всех одинаково начинается. Вот у меня, например, 9 сентября. В колледжах по-другому, в университетах по-другому. А вот у мелких детей совпало, потому что они на одной территории, но два разных здания. Немножко расскажу про школы. Школы строятся по одному формату, мы сейчас вам его покажем. Есть некоторые исключения, но вот это построили новый детский садик у нас в районе. Очень красивенький, такой вот новенький. Ну, в принципе, везде они одинаковые. Ну что, Аня, рады? Да, у нас новая жизнь начинается. Мы провожаем Анечку первый класс, это очень волнительно. Я, конечно, уже не первый ребенка провожаю первый класс, но все равно это каждый раз что-то вот волнительное. Ну, смотрите, здесь не слышно музыки, не устраивает праздник, не украшено. Я не знаю, здесь как-то вот начало учебного года воспринимают. Ну, начался учебный год. Знаешь, как на работу начал ходить. Вот вы устраиваете себе праздник, когда идете на работу? Да, после отпуска. По-моему, вам всем грустно, когда вы идете после отпуска на работу. Вот здесь, наверное, тоже такой же воспринимают. Ну, вот и собирается. Кто-то идет с рюкзаком, кто-то идет без. Кстати, здесь есть школьная форма, но пока мы ее не смогли приобрести, потому что говорят, не торопитесь, еще в течение месяца будут ее продавать, вам по размеру сделать. Ну, нет, папа пришел. А, ты уже узнал, куда он идет? О, в какой он идет класс? Б. Б? Ну, маленькая. Он будет два года ходить у нас в детский сад, а потом пойдет в школу. То есть такая вот система стала. Раньше детей с пяти лет брали для вот такой вот детский сад в школе, как нулевой класс считался. А теперь уже за два года перед школой берут. Ну, это детский сад, который в школе, он не бесплатный. Надо платить за год вперед. Вот мы уже оплатили 500 лет, и у вас год будет уходить. Он очень ждет, вот собирается так. Ну, детский сад здесь отличается. Здесь только как школа, только до обеда. Вот, да. Дети занимаются. А, это еще про систему еды, наверное, думаю, тоже мы вам расскажем. Вот это интересно. Есть, нужно еду давать детям с собой. Тут ланч-боксы специальные продаются. Мы вчера ходили покупать. Воду нужно положить. Это и для больших, и для маленьких детей. То есть маленьких детей в садике тоже не кормят. Все приносят с собой и едят вместе вот так. Не знаю, нашему будет очень непривычно. Он ходил в русский детский садик. И ждет, и, наверное, думает, что будет здесь так же. Но мы его убеждаем, что он уже такой большой, что он идет уже не просто в садик, а что он идет в школу. Ну, это, в принципе, одно и то же, вот, вечно, одной территории. Смотрите, сильно нарядных детей мы здесь не видим. Тут по-разному одеты. Вот так вот, вот, бывает. Ну, мы как-как мы могли не пойти в школу без больших белых пальчиков? Ну, это же, да. Так, уже смотри, уже в садик заходят. Слушай, в садик. Да, папа пошел провожать. Давай, пойдем. Пойдем, пошла. Вот такой отдельный вход. Смотрите, а тут... Вот столько людей. Но я знаю то, что это еще не все будут, потому что еще мероприятие не началось. И после открытия садика еще приходит минимум по 20 человек. А вот, видишь, стоят со списками. Сейчас будут называть, кто в какой класс идет. Мы, кстати, идем в первый класс. Мы тоже не знаем, в какой мы класс попали. Здесь вот такая есть система жеребьевки, чтобы как бы заранее не было, что к одному учителю хотят все попасть, а к другому нет. То есть будем, узнаем только мы, когда придем туда, куда мы попали. Вот вытащим свой номер очерс. Ну, по крайней мере, так нам рассказали вот наши друзья вчера. Они ходили в свою школу. Они живут рядом с нами, но попали в другой район, в другую школу. Вот у них была жеребьевка. Представляете, вот приходит для мальчиков отдельная коробочка для девочек и вытаскивает номер и узнает, какой этот класс. Такая же жеребьевка в той школе будет и для учителей. То есть учителя еще не знают, какой класс они будут вести. Ну, это сделано специально, чтобы не было такой вот, здесь, конечно, взятки не берут, не дают, но все равно люди как-то передают друг другу, что учител хороший, плохой. Вот чтобы так не было, будут вытягивать номерки. Да и там новые учителя сказали. Да, а в нашей школе у нас много детей пришло в этом году. У нас набрали новых учителей. То есть даже, когда вот ходили в понедельник, еще не знали, кто в эти учителя. Какая у нас будет? Вижу, там улыбается, папу же ходить не разговаривал. О, вижу, да. Вот она у нас будет. А как ее зовут? А как зовут, не спросил. Ну, здесь можно просто обращаться, вот, уважаемый там, ханым, мы там еще как-нибудь. Вы не думайте то, что так тут мало людей учатся в школах. На самом деле, тут только первый класс, отдельная линейка для первых классов. А потом остальные все будут вместе, да? Ну, в понедельник придут все остальные классы. Специально первоклассников на два дня раньше отправляют в школу, чтобы они адаптировались, чтобы обошли, посмотрели, где их кабинет, где находятся все места, что им нужны будут. Чтобы они привыкали. Мы даже не знаем, на сколько времени сегодня дети наши останутся. Может на час, может на два. Говорят, узнаете потом, вот когда придете. Здесь вообще такое ощущение, что никто никуда не торопится. Все придет со временем. Куда вы спешите, куда вы торопитесь, нам все время говорили. Но нам не терпится. Волнуешься, Аня? Очень волнуюсь. Все-таки другая страна, другая школа. Ну да. Страшно тебе? Не, чуть-чуть страшно, спорясь. Чуть-чуть? А интересно? Ну да, интересно. Здесь даже какие-то игры. Смотрите, какие-то. Ну да, детские площадки тут красиво сделаны. Здесь они ходят гулять на площадке, это вот днем. И не только гуляют, они, смотри, здесь обучаются. Вот на площадке. Да. Нам надо посмотреть. У нас мы знаем, что у нас идет русская девочка тоже. Идет в первый класс. Сегодня должны они быть. Мы уже с ними знакомы, подружились. Сейчас мы поищем. И вообще, можем... Попадем мы в один класс, не попадем, мы тоже не знаем. Надо, пошли посмотрим. Рабия пришла? Снять, я знаю. Кто же начинает? Вижу. Вот со списками вышли. Видите, учителя выходят со списками. Сейчас будут объявлять, кто в какой класс идет. И женщина тоже. Как это вообще вылез. Пойдем. Вот видите. они уже называют по спискам людей. И они должны подходить туда. Это у каждого учителя свой класс есть. Все, Анечка пошла. Это не ее учитель. Он, сказали... Это заместитель депутата? Идет другой. Анечка там уже встала. Ай, вы самая большая. Самая большая. Анечка тут в 3-й класс уже идти. Иса, волнуешься? Да. Сейчас пойдем. Вот давай, папа сейчас отведет. Всех уже, как говорится, закончилось. Линейка все зашли. Но мы только его отведем. Потому что мы Аню провожали. Да. Ай, пойдем. 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 Слушайте, посмотрите, как красиво. Вот детский сад наш. Повторяйте, это не частный детский садик. Государственный. Хоть он и стоит 500 лир в год, это где-то 6 тысяч рублей. Вот, отдаёте и всё. Наслаждайтесь. А на сколько их сдать можно? Ну, в двух часов дня. Два часа десять минут заканчиваются. А они ещё не буквами подписаны. Кабинеты. Кабинеты наши. Давай посмотрим. Вот такие кабинеты там. Аня, кстати, с нами не пошла, потому что учителя не было. О, Б. Б класс. Опа, мы зашли. Это Владимир. Где? Посмотрите, как выглядит класс. Он не очень большой. Вот такие тут стульчики. Игрушки тут тоже есть. Но сказали, это же не крэш, это не на целый день зли. Поэтому они будут обучаться и готовятся к школе. Это как подготовка. Ну, сейчас уже все уходят. Сказали, в понедельник будет собрание родительское. Ну, что? Ну, как папа нам перевёл. Завтра только собрание будет в 10 утра. Они расскажут, что для чего будет. А начнётся всё с понедельника. Ну, бывает, по чуть-чуть, по чуть-чуть приводите. Привели в 9 утра, и во сколько забрали уже сами. Посмотрят по ребёнку. Как тебе нравится, не нравится. Чуть-чуть привыкают. Он немножко боится учителя. Знает, тут даже детская площадка есть маленькая на территории детского садика. Ну, как раз для малышей. Ну, там здесь дети у нас дальше. Мы видим, у них парты там стоят столы. А эти будут просто как обычный садик. Вот так мы отправили деток в школу. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. А лучше два лайка. А чтобы поставить два лайка, нужно репостнуть моё видео. И рассказать о мне своим друзьям. Не забудьте нажать на колокольчик. И написать на комментарий. Всем пока!